Да, конечно, приехал я. На всякий случай больше 60 км чай не поеду. Блин, шок, машина стала дизельной. Будни владельца БРУВ. О, не все, что ли? Ребята, всем привет! Я рад вас снова приветствовать на этом канале. Спасибо за то, что ставите лайки. Спасибо за позитив в комментариях от вас. Прошлый видос закончился на том, что покрасили машину в сервисе. Все это вам показал, рассказал. И, кстати, я был удивлен, что были мнения отрицательные какие-то в комментариях, что типа вот видос ни о чем, вот из пальца высосали видео для нас. Да, ребят, это, мне кажется, самый продуктивный и конструктивный видос был с момента покупки автомобиля. Потому что такого ремонта масштабного не было ни разу. То есть обычно какие-то у меня лайфхаки с помощью проволоки, изоленты и так далее. А тут просто мастера, целая станция, несколько дней трудилась над этой тачкой. И этот видос был результатом этого труда. Но комментарии в конце видео мы еще в частности рассмотрим. Да, ребят, еще очень важная информация. Я хочу пригласить вас на прямую трансляцию, на стрим здесь на YouTube-канале. Значит, во вторник, 19-го числа вечером. Там я в Instagram сделаю пост, во сколько конкретно по времени будет получаться. И на YouTube за запись сделаю. Но лучше в Instagram, кто не подписан, подпишитесь. Сделаем стрим. А с мыслями, значит, вообще по поводу движухи дальше, по машинам. То есть я сейчас что-то присматриваю, хочу выслушать. Ваше мнение, что бы вы хотели увидеть. Своё высказать мнение, что я как вижу вообще, что взять, что не взять. Вот. В общем, заходите, пообщаемся на любые темы. Всех будут рад видеть на этом стриме. Так вот, что же было дальше? Значит, поехал я на Бэхе, там сразу... Скажу сразу, что до дома я не смог доехать на Бэхе. Сначала я поехал, там у нас была встреча одноклассников, юбилей школы. Со станции, значит, я поехал туда, на другой конец города. В итоге в районе там 7 утра где-то еду я до дома. Спать хочется пипец. Ехать мне минут 10, я уже представляю себя в тёплой постельке. И тут я ощущаю, что что-то не так. Машина себя ведёт как-то неадекватно. Принимаю вправо, останавливаюсь. И что бы вы думали? Смотрите, что случилось. Ужас, горячая шина. Понятно ещё, что походит. Но, походу, мне надо запаску сейчас как-то пытаться сюда одеть. Да, конечно, приехал я. Не знаю, как насчёт домкрата, есть ли он или нет. Ну как? Как так? Почему я продолжаю ехать? Почему я постоянно на проколотом колесе еду, пока не пойдёт дым, пока не посыпятся с него крошки, опилки, пока колесо в хлам не разорвётся? Почему это не чувствуется ничего? Вот реально я почувствовал изменения в поведении машины, когда уже практически боковина исчезла, так скажем. Ну и всё, значит, пришлось мне искать там в радиусе 100 метров место для парковки. Потихоньку, помаленьку, дополз туда, благо машин было мало. И всё, еле как там на транспорте. Где-то, наверное, вместо 10 минут на тачке, наверное, час я добирался до дома. Пока, значит, отдыхал, открываю телефон, там уже мне в личку. Скидывают фотки, типа, чё с тачкой, чувак, почему она стоит в таком виде? Вообще брошенная выглядит, как брошенная и так далее. Ну, вам тоже спасибо за внимание. Итак, пришлось, короче, бросить машину здесь. Загнал её сюда, как бы, влюбь, дороги. Поставил, вот. Приехал с инвентарём и буду как-то всё это менять. Кстати, тот неловкий момент, когда домград не подлазит. Да, надо вторым домградом сейчас будет поднимать, как-то приподнимать. Такой, сейчас хочу приподнять здесь сначала. Да, сейчас очередной раз я буду вспоминать, что такое болты эти прям вешные. Да, блин. Шина, наверное, в клайме переднюю конкарту. И сейчас нужно будет, если я искал в дежурном режиме, так, шины, то сейчас, получается, я поставлю другого размера колесо. Получается, здесь у нас какое-то 245 на 45. А, ну хотя, внешний, внешний размер должен быть такой же. Всё равно не делал так кататься и придётся всё-таки сейчас побыстрее как-то поискать, может, другого города доказать. Друзья, я нашёл крутую игру SkyCard. Стирай карточки и выигрывай. Здесь можно не только классно провести время, но и заработать. Есть два режима игры. Два из шести и три из девяти. Стер одинаковые и получил свой выигрыш соответствующий. Круто! Так, сыграть ещё раз. Просто огонь. Ну, блин, везёт, конечно, не всегда. Вот такая игруха. На сайте есть куча отзывов про неё. А также есть чат в Килеге, где постоянно публикуются промокоды на процент к депозиту. Для вывода выигрыша есть огромное количество способов. Правда, везде есть комиссия, но не так критично. Переходи по ссылочке внизу, регистрируйся скорее и зарабатывай вместе со SkyCard. Парни, и всегда думайте своей головой. А мы продолжаем. В итоге сейчас, если надо было, в дежурном режиме я там посматривал, шины там недорогие какие-нибудь. Как с летними мне повезло. Я за три тысячи комплект урвал. С родным размером, разноширокие. То есть, 275 на 40, 19 зад. И перед получается 245 на 45. Соответственно, тоже 19 диаметр. То сейчас уже как-то в экстренном режиме нужно всё это искать. Потому что одно колесо, вот эта запаска, она передняя размерность. То есть, 245 на 45. Ну, внешне у них диаметр примерно одинаковый, я так понимаю. Посматриваю на новые китайские шины, но там ценничек, я вам скажу, больше 27 тысяч рублей за комплект. Учитывая, там, допустим, вот эти 275 на 40, там низкопрофильная резина. Какого-то именитого производителя, там одна штука стоит столько. Особенно, если это Runflat резина. То есть, на которой можно ездить, если она спустила. С жёсткой боковиной. То есть, которая, по идее, мне и нужна такая резина. Чтобы я вышел, допустим, где-нибудь, приехал, там 10-20 километров проехал. Увидел, что колесо спущено. Ну, надеюсь. Хотя, мне кажется, на Runflat я буду ездить даже. И не замечу, что она будет спущена. Будни владельцы БМВ. Да, блин, конечно, жаль, что покрышку, скорее всего, она выбралась. И это, конечно, не очень хорошо. Потому что куски сажи прям валялись. Ну что, посмотрим, походит она ещё или нет. О-о-о-о, реально, походит. Блин, я как обычно, короче. Ну ладно, хорошо, диск хоть не пострадал. Уже всем знакомый диск 95-й стиль. Колесо, которое все видели, которое откуда же с Казани? С Казани на переднем колесе стоял этот диск. Спереди, с права. Да. Снова пригодилось. Ну всё, можно опускать. Вот как-то так. Кстати, шина 2004 года, липучка, неплохо сохранилась. И, наконец-то, БМВ с ремонта доедет так и до дома. Так, ну что, я сейчас подозреваю, только как на задней оси стоят колеса разного размера. Всё равно наружный у них диаметр отличается. То есть сильно наваливать нельзя. На всякий случай больше 60 кмч не поеду. Вот. Ну и ехать не так долго здесь. Километров 7-8. Конечно, дороги такие тут, блин. Где тут, заметишь, вообще? Тут и проколоть, пробить колесо, вообще плёвое дело. И с такими дорогами, даже если трясти что-то начинает, там особого внимания не обращаешь, потому что и так весь то по колее кидает, то трясёт. Так вот, пока тачка стоит здесь, можно сказать, в западне, потому что на улице уже там снежочек припорошил. В общем, за полтора дня я добрался с автосервиса до дома. Я приезжаю в гараж, потом мне надо было куда-то съездить. Я помню, поехал. И тут я почувствовал, что опять что-то не то, что-то не так. Вот выхожу, и у меня переднее колесо спущено. Я еду на ободе. Пока жареным там не пахло, то есть там совсем небольшая скорость была. Ну, вот из гаражей только выехал, считай. Я, короче, задом сдаю, доезжая обратно до гаража, думаю, да блин, как так вообще? Чё за напасть такая? В итоге, возможно, пока тачка была в сервисе, там, не знаю, давление упало в колёсах или... А, или когда я с тепла выехал, то есть уже прохладно было на улице, видимо, давление от этого упало. Мне, смотрите, сейчас маленько накачивают. Мне этого хватит понять хотя бы, где прокол. Может, даже сейчас отремонтировать его. Я, видимо, на проколе на этом встал. Прям ровненько. Я из-под него его сейчас поддавливаю. Короче, накачал 3 очка. Всё нормально, ничего не спускает. Не знаю, может, оно подспущенное было. Я замечал, да, что чуть-чуть были передние подспущенные. В переднем подкачал, там было, ну, наверное, одно очко всего лишь. Или, как правильно говорить, одна атмосфера. Ну, в общем, неприятно, неприятная история. Не уж глядил за колёсами, грубо говоря. Короче, оставил тачку здесь, в гараже, и пока она стоит здесь в плену, можно сказать, снежном, я, конечно же, решил её немножко прокачать, кое-что улучшить. Сейчас вам покажу. Так, значит, зеркала заднего вида. Смотрите, вот такого вида оно должно быть. Там жидкость между самим зеркальным элементом и вот этим стеклом, поверхностью вот этого стекла. Начал снимать зеркальный элемент. Что-то, по-моему, не там у меня отщёлкнулось. Да, не там. У меня вся вот эта беда, вся конструкция, короче, отщёлкнулась. Надо мне. Да, машина, блин, грязнющая, извиняюсь. Доехал буквально вот с малярки до гаража. С кучей приключений два раза колёса спускались. Здесь, смотрите, такая вот история. Эти два контакта отсоединяю сейчас. И этот разъём тоже отсоединяем отсюда. Работает, конечно, как трактор мотор этот. Сейчас у меня план такой. То есть я вот это внешнее покрытие хочу как-то отскоблить, как-то убрать. Вот. И чтобы, видите, вот эти подтёки, они между зеркальным элементом и вот этим внешним здесь. Или пластик, или стекло тоненькое какое-то есть. То есть между ними раньше жидкость была залита, да? Ну вот, после нагрева феном, гораздо охотнее всё это дело отходит. Видимо, это клей-герметик какой-то. Вот это стекло внешнее мне сейчас надо как-то убрать будет сейчас лезвием, наверное, попробую. Ещё молдинг как-то приклеивать назад надо будет. Надеюсь, получится у меня. Вот такой вот инструмент у меня, значит. О, и всё, что ли? Я думал, что-то отколвыривать придётся. Прикольно. Ну-ка. О, чистенькое будет сейчас. По идее, можно его обратно приклеить, сейчас почистить и обратно его прилепить и как-то загерметизировать. Но это не имеет никакого смысла. Вот так, селфи-режим. Ну вот, значит, посадил на клей-герметик силиконовый этот молдинг. Вроде как держится. Сейчас остатки вот эти надо удалить будет. Ну вот, сейчас осталось немного протереть самое зеркальное полотно и установить всё это на место. Так, то есть, сейчас вот этим рубляшком надо сюда нам попасть. Каким-то образом. Так. Так, ну что, проверим. Посмотрим, проверим, как всё это дело работать будет. Где у нас ключи? Что за фигня? Ну, видно, конечно, лучше намного. Видно намного лучше, чем раньше было. Вот. Но из минусов, конечно, что механизм что-то неправильно туда вставил. Или что. А может, там что-то и сломалось внутри. Не знаю. Внизь, главное, опускается, а вверх не поднимается. Короче, ладно. Всё понятно с этим. Так, ну вот. Что, посмотрим, значит, какие тут у нас секретные меню. Вот, оперировать будем вот этой кнопочкой. Поехали. Долгим нажатием. Сейчас сначала пробег загорается. Потом вот здесь у нас появится меню. Вот. И однократным нажатием здесь листаются пункты. Всего их, тут кажется, 21 пункт. Вот. Первый пункт. Так, здесь у нас получается, что какие-то вот параметры, да. Ну вот, вин, допустим, да. Последние пять цифр вина. И, кстати, они потом нам пригодятся. Так, ну вот, смотрите. 15 декабря 3-го года. Это вот конец 3-го года, я так понимаю, на заводе какие-то движения были. И, соответственно, машина ПТС-очку у нас в начале 14-го года получила. И год выпуска у неё 2004. Вот, в общем, долгим нажатием уходим отсюда. Так, следующее. Систем тест. Также долгим нажатием заходим. И у нас получается... Вот такая картина красивая, смотрите. Сейчас полный цикл вам покажу. Смотрите, вот. Франкфруктер-стрит. Видимо, это от навигации фишечка. Все, полностью, все возможности приборки, они сейчас у нас отображаются. То есть, какая часть, как может, каким цветом мигать, гореть, всё это у нас проверяется. Вот может дизельная машина быть. Блин, шок. Машина стала дизельной. Ну, вот, в принципе, и всё. Долгим нажатием выходим. Ну, вот, ребят, такая прикольная, значит, информативная приборная панель со скрытыми такими секретными функциями. И я, если честно, удивлён вообще, что производители вот так сделали, взяли секретное какое-то меню. И, если честно, на ходу, конечно, таким особо, наверное, неудобно будет пользоваться. Ну, а так вот, посидеть в гараже, поизучать, понастраивать, это всегда интересно будет. И напишите, кстати, на вашей машине есть какие-то подобные, функции, потому что у меня в основном японский автопром был, я такого не встречал. Интересно будет узнать вообще, может, на каких-то немцах, на Шкодах или так далее, там, на ВАГах, что-то тоже подобное есть. А в конце видосика предлагаю посмотреть популярные комменты с прошлого ролика. Такая традиция, помните, у нас была. И, кстати, про традицию, про приветы, напишите вообще, это вам интересно, это нужно. Я помню, как бы, был такой большой отклик, достаточно вам было приятно, когда я ваши города там где-то отмечал. И мне, в принципе, приятно, когда вы пишете, откуда вы смотрите. Вот, напишите вообще, стоит ли это возрождать или нет. Потому что противники тоже были, что, типа, что тут поле чудес устраиваешь. Так вот, комменты. Бобби Хилл пишет, по малярке в Кировске есть спец нехеровый, Валера. Да, конечно, это было бесценно. Все мы помним эту Ниву, как Валера покрасил ее просто там тряпкой, по-моему. Таких спецов, как Валерон, еще надо поискать. Антон пишет, что-то выпуск вообще неинтересный. Ну, вот, да, возможно, конечно, это вина моя, видимо, как-то. То есть, по факту, произошло достаточно хорошее событие, так, для машины, да, хороший ремонт. Видимо, не так интересно, как могли бы сняли, не так интересно смонтировали. Конечно, да, в этом моя небольшая вина есть. Ну, приношу свои извинения, что так, коли уж так. Так, Лариса пишет, молодец, Рома, Ростов-на-Дону смотрит. Ростов-на-Дону, Лариса, спасибо, что пишете. Привет вам огромный. Павел Эхолот пишет, салам, покрасил бы всю ее, вид был бы. А сейчас на дневном цвету будет разноцветная. Да, кстати, еще мой косяк, что я не показал машину на дневном цвету. То есть, когда снимали, уже было темно на улице, по сути, нифига не видно. Конечно, сейчас я опять ее не могу показать. Во-первых, пока я ехал, она замаралась. Блин, у нас погода была не очень хорошая. Вот, и сейчас она стоит в гараже. Если я сейчас буду выезжать на летней резине, там гололед, то это только вот как-то с приключениями, с какими-то добраться до шиномонтажки. То есть, когда у меня будут уже все четыре шины здесь лежать, я их отрезаю на шиномонтажку ребятам в соседнем ряду, и уже буду пытаться доехать. Потом обязательно первым делом я еду на мойку. И я сам еще не видел при дневном цвету ее, прикиньте, после покраски. ЕК пишет, не болгарка, а флекс. А, ну там про болгарку было, да. Действительно, у ребят в Кировске есть такое понятие флекс. И еще хочу сказать, когда был в гостях, у них есть такая фраза на фоксе. Они, ну там, что-нибудь разъезжаются куда-нибудь. Ну все, на фоксе, если что, на фоксе. Ну это значит, типа, на связи, если что, в любой момент готовы все собраться в одном месте и движухи какие-то наводить. Так, Михаил Степков пишет, вопросы задаешь как ребенок, видео вообще ни о чем. Ребята, напишите в комментариях, какие бы вы вопросы задали мастеру, вот будучи на моем месте. Вот мне просто интересно. И вот конкретно, Михаил Степков, напиши, что бы ты спросил, находясь на моем месте. Я думаю, мы с Женей еще увидимся. Я обязательно и задам ему эти вопросы, и вы все это увидите. Андрей Лазарев пишет, вот теперь нравится, давай еще и в том же духе. Больше работы, а не бестолковое видео. Так что молодец. Андрей, спасибо тебе огромное. Но тут, как говорится, всем не угодишь. Кому-то нравится, чтобы было больше работы сделано по факту, а какие-то развлекательные моменты не имеют значения. Кому-то, наоборот, там больше поржать, какие-то приключения такие посмотреть. Но буду стараться снимать, чтобы вам всем, друзья, это нравилось. Ребят, напомню, кто еще не подписался, обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, включите уведомления. Некоторые мне пишут, что не приходят уведомления. Значит, отпишитесь, снова подпишитесь. Спасибо еще раз, что смотрите. Жмите палец вверх. Надеюсь, вам понравилось. Ну, блин, если не понравилось, пишите конструктивную критику в комментариях. Жду от вас мнения. Ну и там лайк, дизлайк уже сами решайте. Всем пока!